Город-курорт Яровое зимой по традиции превращается в базу уже экстремального отдыха. Винувшие выходные на ТЭЦ поочередной строю вышли два котла. Температура в квартирах опустилась до 10-14 градусов. В город вынужденно выехал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. В основном 17 градусов. Это не сегодняшняя дата. Это не сегодняшняя, а позавчерашняя. О, ну так а мне позавчерашняя-то зачем? Мы котлы вчера привели в нормативную работу. Глава города Виталий Самобочий на совещании отметил, запас угля хватит до февраля. Поставки благодаря помощи правительства региона продолжаются регулярно. В прошлую зиму нехватка топлива стала одной из причин передачи котельной из частных рук в муниципальное управление. Как и в прошлый визит, тоже связанный с ЧП, чиновники посетили детские сады и многоквартирные дома. В группах тепло, проблем никаких не было. То есть мы были довольны положением, все было хорошо. Но в связи с ситуацией немножко мы подоспели. Буквально сегодня-завтра оно прогреться уже должно. Натаня еще спускалась надо мной на пятом этаже. Но у нее было холодно еще и до ваших этих. По данным Министерства промышленности и энергетики, не было квартир, в которых температура была бы ниже 18 градусов. Это норматив. Но по словам министра со станции, вода сейчас выходит с температурой даже превышающей показатель. Это необходимо, чтобы прогреть остывшие дома. Жители этих домов, которые за долгую историю проблем с Яровской ТЭЦ видели многое, хотят понять, когда тепло в квартирах будет стабильным. Станция не ремонтировалась очень много лет, а оборудование, которое здесь находится, оно достаточно непростое и сложное. И ремонты, которые надо производить, они капиталоемкие. Поэтому цикл ремонтных работ, он нарушен уже был несколько лет назад. Сегодня мы делаем все для того, чтобы цикл по ремонтам, по текущему, по капитальному восстановить. Для того, чтобы оборудование ежегодно проходило технический ремонт. Теплоснабжение Ярового находится на особом контроле правительства региона. А министр закончил свой визит на ТЭЦ. Поговорил со специалистами и рабочими предприятия. Сотрудники заверили, что делают все необходимое, чтобы отопительный сезон в Яровом прошел спокойно. Андрей Дриер, день с толком.